Порадовалась игра, я думаю, игра болельщиков. Сегодня было очень много моментов в одной и другой ворот команды. Но так очень понравился Черноморец. Одесситы, да, ясно, что там ребята из Динамо, но они защищают честь Одессы. Сейчас довольно-таки неплохо, мы подготовились к этой игре, рассказывали, но, опять же, они дали хорошее движение, хорошее желание. Молодцы. Такое тяжелое. Дякую. Будь ласка, ваши вопросы. Скажите, будь ласка, на сегодняшний рейт вы сдобули от Немечко, а что вы тратили в планах? Ну, можно сказать, что сдобули, потому что результат 2-1 проигрывали. Я думаю, что это... Ну, ничья, это тоже положительный результат. Но, опять же, может, там бы и могли забить, но так можно сказать, что сдобули. Спасибо. Есть вопросы? Есть. Пожалуйста. Вы в шести турах набрали 11-четов и все матчи провели на выезде. Что же тогда ожидаете в шести заключенных турах, когда вы будете всех соперников поймать дома? Ну, я не знаю. Сейчас приедем домой, у нас будет время, когда сборная. Проведем сборы, опять же, посмотрим, надо к этому полю еще поводить, потому что оно свежее. На нем еще никто, он даже не тренировался. Мы проведем 2-3 занятия. Ну, а так, конечно, будем каждый уйру стараться выигрывать и радовать больших. Завдание на сезон у вас, как я конкретно поставил на ничьи? Завдание не меняется. Зона Еврокубкова. Пятый, это то, что мы уиграли. Так скажу, что, может быть, до игры я был бы рад этой ничьи, но по ходу поединка, выигрывая, могли мы сегодня удержать победный результат, играя с такой крепкой, боеспособной командой, как Александрия. И ребята сегодня молодцы, проявили характер, старались на футбольном поле показывать. Порой, порой, не всегда. Не всегда порой неплохую игру, комбинационную, забитые мячи были неплохие. Ну, опять же, наша, наша филесовая пята, игра в обороне. Так как-то так мы все время быстро, и то, что быстро, легко, легко пропускаем мячи. Спасибо. Ваше питание, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, что вы уже пометили прогресс в действиях своих филоспичных? Если пометили, то скажите за всем, каких тренеров? Знаете, мне кажется, что всегда любой тренер будет своих футболистов в поле. На этот вопрос, наверное, лучше бы ответили вы и их результат. Есть прогресс? Вы говорите о том, что есть прогресс. Нет прогресса? Говорите нет. Потому что вы, как бы, играли для вас, для болельщиков, для зрителей. Опять же, говорить о результате. Сегодня, на мой взгляд, команда играет и получает результат. Соответственно, я думаю, что есть прогресс. Ребята мужают. Мужают. Хотелось бы, чтобы они еще прибавляли в мощи, в скорости, в скорости мысли на футбольном поле. И даже сегодня столкнулись с теми проблемами, которые у нас есть, кадровыми. Я говорю, кадровыми проблемами, они старались, они играли для зрителя, играли на победу. Здесь их только можно похвалить. Для меня прогресс есть. Спасибо. Пожалуйста. Дегтярюк, это мы взяли парня из Ю-19, смогу нужного состава, неплохой урок обороны, перспективный, совсем еще молод, конечно, но мы его привлекаем к первой команде. Он с вами тренируется и надеемся, что это будет такой хороший в дальнейшем депутат футболист. То есть, опять же, сейчас сегодня говорить о Дегтярюке, пейте ему аванс, он сейчас прочитает, завтра будет уже уходить совсем по-другому на базе, да, образно говоря, да. Что касается Мома Кадирея, у него повреждения, он повреждения еще получил в Мариуполе. Мы уже так его готовили, в таком, как бы вам сказать, спасибо врачам, что они его подготовили хотя бы на игру с шахтером. Уже после игры с шахтером у него там микронадрыв, приводящий мышцы, и он уже просто, просто не мог. Ну, оно, по сути, понятно, он как бы приехал к нам, он с них шел там не то, что сборы, вообще, он был, пока трудоустраивался, пока что, приехал и как бы с листа начал сразу играть. Надеемся, что он за этот перерыв восстановится, ну, то есть врачи делают все возможное для того, чтобы его восстановить, и он уже в следующем туре, надеемся, будет потом. А кто еще Крин Кадирея в озарете на данный момент? Ой, сегодня у нас и Штагрин, и Долгов, и Бека здесь проблемы, и... И так многое, что я уже... Ну, Женя Мартыненко, да, Женя Мартыненко, нам, конечно, его не хватает в обороне. Такой был стержень у нас, который, который, может быть, наладил бы, наладил бы своим опытом, своим спокойствием, своим умением. Ну, к сожалению, к сожалению, он травмировал. И сегодня... Ну, кого-то еще, чтобы не забыть бы. А, Мащенко. Мащенко вчера, играя за Ю-19, получил повреждение колено, и там сейчас, опять же, врачи, врачи. И травмы такие, знаете, как, ну, что-то мышечное, все такое, все в гипсах, все оперативного вмешательства требует. Ну, оно и понятно, знаете, как пересесть с одного самолета в более быстрый самолет, я имею в виду, в полчемпионата. Все-таки физически затратно все, все на максимальных усилиях. И, соответственно, идет и травматизм. Меня лично это очень сильно беспокоит. Ну, знаете, как, все равно чуть скоростей здесь побольше. И мы после каждой игры, как максимально все они выкладываются на футбольном поле, то, ну, есть, есть, есть проблемы. И, опять же, сегодня тоже и Гео, и Женя Смирный, по сути дела, они сегодня были в заявке на 15-30 минут максимум, по сути. И даже в меньшей степени не готовились, но сегодня исходили, исходили из численности набора футболистов, а не из квалификации. То есть все, все так, как можно. Я не могу сказать, что совсем все трагически, ну, сложно, выкручиваемся, пытаемся, чтобы обоим меня создать боеспособную, хорошую команду. Спасибо. Еще, пожалуйста. Вы в Одессе працюете уже два с половиной месяца. Что для вас, особисто, было наивающим в цели? Ну, наверное, это дискуссия, 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 с командами, это как-то, 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 как-то сегодня ехали. Их на себя на игру, были проблемы по автобусу, потому что, что болезнь, я говорю, уже, уже, конечно, кадровый потенциал игроков. Ну, хотелось бы, чтобы были, чтобы по автобусу, чтобы помочь, я не чувствую себя, если все. Ну, я думаю, что... На этом еще не закончились, они продолжатся. Ну, мы, как бы так, скажу, не в нервном режиме, но в таком спокойном режиме. Мы работаем, трудимся, пытаемся, пытаемся. Дай бог, чтобы это все, что мы делаем, вам нравилось. Болельщикам, журналистам. Дякую, Юрий Вольфович. Спасибо вам. До побачки. Спасибо. Спасибо.